Всем привет, призыватели! Сегодня мы подготовили для вас внеметовые корейские сборки для патча 12.20. Поехали! А начнем мы с Морганы на топе, где, кстати, она выступает противовесом танкам. Она не только показала себя отличным топером, но и сама по себе приносит очень много пользы для команды. Ее сложно загонгать или убить благодаря ее щиту, а ее способность чистить линию заставляет танков забиваться по тавер и медленно его терять. Полную сборку рун и предметов вы сможете увидеть на ваших экранах. Следующий в списке – Джейс. Те бафы, что он получил, неплохо так на него повлияли. И люди придумали на него новую сборку, которая позволяет лицом к лицу сталкиваться с метовыми танками, а также обеспечивает ему массу сустейна. Далее – Блицкранг, который буквально ворвался в ущелье с новой силы, получив свои новые изменения. Теперь он с легкостью чистит слоты крипов и наносит при этом массу урона. Ну а следующий лесник, набирающий популярность – это Рамус. Получив свои бафы, он еще лучше стал себя показывать. Количество его контроля и возможность быстро заходить на ганги дают о себе знать. Сейчас он является абсолютной угрозой в ущелье призывателей. Он может убить практически любого керри, который попался в его цепочку контроля. Ну а перед тем, как мы перейдем к центральной линии, у нас для вас есть комбо, которое пережить практически невозможно. Их сила заключается в количестве контроля. Ни один топпер не способен это пережить, а их потенциал 2 в 2 невероятно высок. У них достаточно урона и контроля, чтобы при стычке 2 в 2 спокойно зафокусить одну цель, а также количество их жира достаточно для того, чтобы спокойно все это переживать. Однако, как и у всех, у них тоже есть слабость. Это Моргана или же Мордекайзер. Ну что, теперь мы все-таки переходим на мид. Здесь, кстати, у нас Касадин, и эта сборка на него отлично ему подойдет. Перчатка и Ледяное Сердце, которые входят в эту сборку, дают ему выживаемость на уровне танка. Касадин же при этом не жертвует уроном и остается невероятной угрозой на поле битвы. Следующий мидер это Ирелия. И это небольшая адаптация сборки для миды, из-за которой с ней вам будет немного сложнее. Данная сборка позволит ей врываться в бэклайн противника с высоким уроном и при этом выживать благодаря танкованности. А далее идет Бот Лейн. Пока мы видим, как танки набирают обороты, а вслед за ними уже бежит Кагмаус с возможностью их уничтожать. Благодаря этой сборке вы сможете с легкостью прорубать себе путь сквозь врагов, а в случае чего его танкованность позволит вам пережить убийц. И последний на сегодня это Насус в роли поддержки. Он получил несколько бафов, которые сделали его более популярным на топе. Однако он стал себя чувствовать тоже хорошо и на роли поддержки, благодаря этому бафу. Его вэшка будет очень полезна на всех этапах игры, и нет ничего хуже быть убитым Насусом в конце игры. А на этом у нас сегодня все. Кстати, не забывайте про розыгрыш. Подробную информацию вы сможете найти в описании или закрепленном комментарии. Ну а главное, не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну что, всем спасибо за просмотр и пока-пока.